Таким образом, с одной стороны, хотя мускулинность направлена на то, чтобы быть стратегией успеха, на самом деле она порождает многочисленные стрессы и многочисленные риски. Есть целое направление в гендерных исследованиях, которое как раз занимается проблемами мужчин, теми рисками и том сложном положении, в котором находятся мужчины в современном обществе, находясь под давлением со стороны разного рода общественных институтов, под давлением со стороны своих семей, под давлением со стороны общества. Вот один из таких исследователей, Херберт Гольберг, писал, какая извращенная логика может указывать на привилегированное положение мужчин, эмоционально поддавленных, отчужденных от своего тела, изолированных от других мужчин, терроризируемых страхом поражения, боящихся просить о помощи, только и знающих, что свою работу. Потому что по мере того, как развиваются экономические отношения, конкуренция становится все более и более жесткой. То есть роль кормильца, роль настоящего мужчины становится все более и более рискованной. На самом деле еще в 60-е годы прошлого века у нас в России об этом писал наш известный демограф Урванис, который писал так, принято считать женщин слабым полом. В прямом физическом смысле это правильно, однако демография утверждает обратный, слабый пол мужчины. В подтверждение этого приводится очень много демографических данных, которые показывают на низкую продолжительность жизни мужчин, на их большую заболеваемость, на более частые случаи самоубийства, на плохое отношение к своему здоровью, незаботу о своем здоровье, разного рода типа рискованного поведения, которые собственно ставят мужчин вот в такое положение слабой, грубкой. И в этих словах действительно очень много справедливого. Если мы посмотрим демографическую статистику, мы увидим, что за то, чтобы быть мужчиной, за то, чтобы быть маскулинным, мужчинам приходится платить свою цену, очень серьезную цену, особенно у нас в России. Если мы посмотрим таблицу, то мы увидим, что ожидаемая продолжительность жизни при рождении мужчин и женщин очень сильно различается. Хотя за последние несколько лет продолжительной жизни мужчин и женщин выросла в России, тем не менее, вот эта вот дистанция 11-12 лет, она все время сохраняется. То есть мужчины в среднем живут в России сейчас 65 лет, женщины 76 лет. Это достаточно большая разница. Почему же так происходит? За счет чего такая разница в продолжительности жизни? Для того, чтобы это понять, надо посмотреть статистику более подробно. Вот если мы посмотрим вот эту таблицу, умершие по основным классам причин смерти, мы увидим, что мужская смертность выше, собственно говоря, по любой причине, по всем группам заболеваний, пускай смертность выше, чем женская. Но особенно огромный разрыв – это внешние причины смерти. Вот по внешним причинам смерти мужчины отряжают женщин в четыре раза. Что такое внешние причины смерти? Это дорожно-транспортные происшествия, это разного рода криминальные разборки, это несчастные случаи, это участие в воинах и вооруженных конфликтах. Продолжительность жизни мужчин в России оказывается невероятно короткой. И даже если сравнивать Россию не только с развитыми странами Европы и Северной Америки, даже с сравнивать Россию со странами Азии и странами СНГ, то единственные две страны, где продолжительность жизни мужчин сейчас короче, чем в России – это Индия и Туркмения. Ну а в таких странах, как, например, Таджикистан, Украина, Белоруссия, Киргизия, продолжительность жизни мужчин дольше, чем в России на сегодняшний день. Важную роль во всех этих внешних причинах смерти, а также причинах мужской сверхсмертности, как называют демографы, связанных со здоровьем, играет роль, конечно, большое употребление алкоголя. Есть исследования, посвященные употреблению алкоголя в России, и они показывают, что в России это часть определенной гендерной культуры. Настоящий мужчина должен уметь пить, то есть употребление алкоголя – это своего рода доблесть. Умение пить при этом подразумевает, что алкоголь ему не мешает выполнять его обязанности, любые обязанности, но на самом деле это далеко не всегда бывает так. Если мы посмотрим этот график, мы увидим, какая высокая доля населения России страдает алкоголизмом, алкогольными психозами. Видно, что это, конечно, гораздо больше мужская проблема, чем женская. То есть это специфическая гендерная мужская проблема. А исследователи, которые осматривают все эти вещи с позиции защиты прав мужчин, нередко приписывают вот эту мужскую сверхсмертность, мужские проблемы распаду традиционных гендерных отношений вот этим новым вызовом, которые встают перед мужчинами. То есть в конечном счете в них нередко обвиняются женщины, которые требуют от мужчин слишком много. Но если мы посмотрим вот эти причины смертности, то давайте задумаемся. Неужели женщинам нужно, чтобы мужчины так много пили, чтобы они участвовали в криминальных разборках, чтобы они воевали? Женщины заинтересованы в прямо противоположных вещах. Но мужчины утверждают свою маскулинность, они утверждают ее соперничество между собой. И пока традиционная маскулинность будет утверждаться вот таким вот образом, то мужчины будут платить за это свою цену, свою смертельную цену. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова